продолжение утреннего блога сейчас день 10 часов утра ну еще как бы утро но для меня это уже день потому что я встала сегодня очень рано висят чьи-то ноги это заяц но мне хочется чтобы увидеть повешенную моего соседа потому что наконец он судя по всему пришел домой и выключил эту машинку либо она уже сломалась и выключилась сама я рассказывала в утреннем блоге что он оставил ее вчера с утра работать и наверное она должна была цикл совершить свой и отключиться но она не отключилась она продолжала вот как бывает перед тем как на отжим она крутится так распределяет белье потом начинает быстро отжимать и все на этом стирка заканчивается вот она не могла никак его распределить и она выбултыхала и болтыхала это очень довольно слышно и такой однообразный такой раздражающий шум и я все надеялась что он целый день был и я надеялась что он вечером придет и выключит но в 12 часов ночи он не выключил еще я ушла спать на другую квартиру я этого не люблю я очень домашний человек я хочу быть у себя и для меня все это стресс был и я с утра рано проснулась пол шестого и побежала домой потому что муха оставила здесь свою собачку в общем соседи это зло я открыла себе залежи агрессивности вот так кажется что ты такой мягкий добрый белый пушистый а потом что-то происходит и ты понимаешь что не это не такой ты такой же как и все любая мелочь тебя выводит из себя сейчас наступила блаженная благодатная тишина наконец машинка или отключилась или сломалась или он вернулся домой и сразу же на улице шум начали пилить деревья у нас уже вчера пилили какие-то засохли березы около дома целый день там гудели эти пилы и там траву где-то косили в городе все время косят траву постоянно и тоже шум и в общем вот эти моменты когда действительно вот блаженная благодатная тишина и так ты такое наслаждение получаешь мне кажется вот эти хорошие моменты в жизни они на самом деле они как кратковременные вот больше всяких все время что-то что-то тебе мешает что-то раздражает что-то ты недоволен и когда вот какие-то короткие моменты когда все складывается как надо погода хорошая у тебя ничего не болит настроение хорошенько тебе его не испортил вот все все как надо вот они короткие и поэтому жизнь наверное кажется не совсем такой не совсем райским местом но когда эти моменты наступает и вот на контрасте понимаешь как же это здорово когда все складывается так как нужно сейчас мне больше все хочется упасть и поспать у себя дома у меня много дел и погода чудесно и наверное конечно не стоит сидеть дома я думаю что я сейчас себя вытряхну схожу фикс прайс куплю там какие-то очередные кашпо чтоб пересадить некоторые цветы куплю землю очень мне прислали тут фотографии у нас есть такой сеть магазинов дарзам он май 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 наверно так правильно саду и дому и там 30 процентная скидка на различный декор то что мне нравится всякие фигурки такие где-то среди растений ставить что-то такое чудное совершенно вот если получится сегодня мне подруга поедет посмотрит пришлет через ватсап фотографии может быть я что-то с ее помощью приобрету так что хорошая вещь вот этот ватсап вайбер да вибер вайбер как он там называется можно посылать фотографии можно сразу решать нужно тебе это не нужно так ну а мои все мои все спят отдыхают и муха и свинка они на полу сейчас каждая в своем уголке но тем не менее обе мои девочки теперь тут расслабляется давайте быстренько вам их покажу и пойду уже по своим делам я тут морда я тут морда только их решила поснимать ему решила что надо обязательно подойти поближе так они ушки светятся на солнышке просвечивается красные большие ушки чихуашки похоже на лисиц феник пойдем посмотрим пойдем посмотрим на свинку ухо не хрюкай мне прямо в ухо ноги свинку она сама решила что она будет на коврике я положила подушечку там на подушечке она тоже лежала сейчас становится теплой наверное на коврике больше нравится прохладно она же такая пушистая у нее такая прямо шубка в этих пород пород тэнди русских свинок у них очень густой такой шерстяной покров так наверное можно назвать да муха мы ебаем и нам уже жарко ты хочешь сказать что пора доставать вентилятор сегодня только 25 градусов на улице но вот дома с утра солнце светит и очень очень тепло и мышинцы немножко жарковато поэтому не удивительно что свинка тоже там я решила на полу а не в клетке и не на подушке чтобы было как-то прохладно мои любимые теперь две девочки машинцы ты хорошая собачка хорошая собачка которая жарко тепло хорошо но будем наслаждаться мухой скоро это тоже прекратится будут холодные дни осенние и потом зимние потом весенние тоже довольно холодные так что надо пока радоваться тому что есть вот как-то надо научиться радоваться таким маленьким вещам которые вроде бы и понятные и такие привычные и тем не менее понимаю что они не вечные нужно уметь им порадоваться ну вот и теперь буду одеваться пойду фикс прайс и наверное там заскочу секунде посмотрю что может быть там у них уже какие-то скидки хотя вряд ли по-моему еще не прошло столько времени чтобы были скидки да муха я тут на полу сижу создаю компанию чтобы я не отличалась ничем так что у нас такая вот половая жизнь чудесный прогулочный день жаркая погода ну для нас жаркой 25 градусов это жарко и решила по ходу дела съездить еще на цветочную базу посмотреть что там есть интересного из декора в общем пробегусь по магазинчикам где смогу поснимаю где не смогу покажу дома уже потом своей покупочки продолжают преследовать такие вот двойные цифры сейчас 10 ровно и я успела сегодня находить шестьсот шестьдесят шесть шагов такая демоническая цифра это это и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снимать здесь вроде бы нельзя, поэтому я так вам мельком просто покажу, сколько здесь всего есть Называется этот магазин, малопользованные и новые вещи, это как бы склад, как бы оптовая торговля Но там, естественно, не оптово все покупают цены на разные вещи за килограмм Рабочее время вот такое Так что можете приехать посмотреть, что здесь только нет, все что угодно Такие небольшие клубочки, погода просто чудесная, 25 градусов Идух собирать идух собирать желудки Сбор всяческих даров природы Наспирала желудки и теперь вот здесь такой растет хмель Тоже полезное растение для кое-чего, лекарственное, поэтому и крапивы тут при желании есть В общем, так погуляешь, погуляешь и с полными сетками добра домой вернешься На улице погода просто сказочная Здесь какие яблоки, тут можно яблоки собирать Хоть это и в городе, но они красивые Вполне возможно, из них нужно какой-то компотик сварить Громадный, похожий на антоновку или на белый налив Ну, вообще-то в яблоках я, прямо скажем, не разбираюсь сильно И не часто их ем Но от компотика, наверное, не отказалась бы Конечно, где-то здесь в зарослях стрекочут Кузнечики, кобылки, саранча, цикада Не знаю, кто тут стрекочет Но звуки просто такие летние Последние денечки такого жаркого, хорошего лета Да и вообще последние денечки лета Конечно, жаль Хочется, чтобы все это длилось бесконечно Но ничего, будет красивая осень золотая, надеюсь Потом зима Когда мы будем все ждать весну Потом мы дождемся этой весны Опять наступит лето И вот так вот цикл все время идет Так, бабочка Бабочка полетела, а я следом за ней Потому что бабочки сейчас настолько редко встречаются В городе Ну, здесь у меня такой Город городом Ну, такой зеленый массив Вдоль железной дороги Здесь, конечно, хорошо Здесь чувствуешь себя почти Если бы не шум от автомашин Которые вот тут по мосту сверху проезжают То была бы тишина и благодать Я думаю, пойти прогуляться Нагулять шажки И потом уже вернусь домой И покажу вам все-все-все покупочки Покупочек всяких было множество И фигурок различных И домик для свинки купился И... Ой, ну, много всего Так что оставайтесь Будем дома рассматривать Мои шопогольные сегодняшние покупки А пока как стрекочут кузнечики Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот я и дома И буду показывать вам все покупочки Их много, они самые разнообразные Но они в большинстве своем связаны С моим цветочным хозяйством Это горшки, какие-то декоры Сами растения И покажу сначала цветок Вот такой вот интересный Здесь, я так понимаю, это какая-то разновидность Чего-то ползучего такого Которое подсаживается Каким-то другим растением И... Вряд ли это традисканцы Я бы назвала какой-то мелколиственной Но, во всяком случае, вот такое интересное Тоже вьющееся растение Будет требовать какой-то подставки Или ставить его на какое-то возвышение Чтобы оно могло вот так красиво Распушить свои листики Но посажено оно вместе Тоже с не менее интересным растением Похоже на какой-то мох ягель На что-то сухое, высохшее И я не знаю, насколько грамотно было их сажать вместе Потому что, если это растение требует большего полива То я думаю, что вот это все-таки относится к каким-то суккулентным Не знаю названия ни одного, ни второго Если кто-то что-то может подсказать Буду очень рада Потому что надо разобраться, как за ним ухаживать Но устоять не смогла Вот такое оно интересное В целом, кстати, на цветочной базе было мало каких-то интересных растений Но что-то можно было купить И это что-то будет всегда дешевле, чем в цветочных магазинах Поэтому я туда периодически езжу со цветами Но зато там много всякого разного декора Как вы уже видели на слайд-шоу, которое я пристыковала И не устояла Купила вот такую вот улитку Замечательную совершенно Где-то она займет свое место в садике Еще были вот такие зайцы Такие очаровательные, совершенно улыбающиеся ежики В общем, что я тут только Нина покупала Сверху у него сидят божьи коровки Но с таким же успехом он мог на себе какие-то Желудки, яблочки, что-нибудь такое Вот такой вот горшочек С безумным совершенно птицем каким-то Вот тут всякое разное В нем очень растет Ой, сейчас, сейчас, сейчас Упистая гвоздичковая или гвоздичково-цветная Которая очень красиво цветет Такими маленькими белыми гвоздичками Вот, ей тоже нужно что-то на возвышение Потому что у него бьются Так, что еще? Потом были вот такие самые разнообразные горшочки Это уже было у нас в цену клубе И они там очень дешевые Хорошие такие кашколы С тарелочкой В самых разнообразных цветовых сочетаниях и вариантах Вот такие маленькие там даже 69 центов стоили 99, были эти чуть-чуть подороже Но немного на них большие скидки Поэтому, конечно, могу всем тоже посоветовать В спице-хом Цену клубе Магазин называется Цену клуб Там много всего Там не только связанного с растениями Там вообще очень большой ассортимент А раз уж я вам показываю горшочек То покажу новый цветочек Вот такая вот мини-синингия Синингия Все вспоминаю, как правильно там ее называть, произносить Вот такой вот Действительно миниатюрный Вот моя ладонь для сравнения Очень красиво цветет У меня есть такая большая синингия С розовыми колокольчиками, граммофончиками А вот это вот такая прелесть совершеннейшая Тоже маленькая, но цветение у нее пышное Так что, несмотря на то, что растений много Все равно не могу устоять И периодически хоть что-нибудь, но приобретаю Ну, конечно, уже себя пытаюсь как-то Немножко контролировать Но получается это с трудом Вот такие вот Милые совершенно покупки Еще один поросенок у меня Остался на кухне Сейчас пойдем и на него тоже посмотрим Я еще не успела его принести сюда Вот Полюбуйтесь Они такие милые Их можно где угодно посадить Поставить среди растений Просто где-то на полочку Замечательно их сейчас делают Вот такие натуральные глаза Красивые В общем, прямо как настоящий заяц И еще вот такой смешной Смешной поросенок Большой, тяжелый Сейчас я его попробую поставить на стол При этом не отдавить себе какой-нибудь палец И не сломать ему что-нибудь Он сделан тут сверху Какие-то настоящие камушки наклеены Поэтому смотрится он так довольно-таки Своеобразно Он весь в камушках Конечно, это больше, наверное, садовый декор Чем комнатный Но вот не смогла устоять Потому что уж очень он смешной Те, кто делают эти фигурки Они, наверное, люди с большим чувством юмора Потому что они всегда Что-то такое придумают Если не мило Это, по крайней мере, смешное Вот очень такой смешной порося Понятия не имею, куда я его поставлю Он большой У меня уже есть такая большая лягушка Что-то в таком же стиле сделанная Тоже из камушков Но вот она заняла свое место Она тут рядом с таким садиком ежей, ежиков Которые я вам уже показывала Ну и теперь буду искать место, куда поставить Вот это чудо-юдо Такое смешное Кто в теремочке живет Ну, пилит домик для свинки Вот она теперь там Внутри Свинки любят домики Они любят прятаться Они себя там чувствуют уютно В тишине Такой из натуральных досочек сделан Сосновых, с корой даже Надеюсь, она его грызть не будет Муха интересуется Скажи, что это такое Что это такое, Муха, скажи А мне такой домик Да, ты тоже хочешь такой домик? Проблему писания решили Положив вот такую простынку За пределы ее она никуда не удирает Она тут тусуется Муха, правильно, да Поэтому и писает тут же И их можно менять Они такие непромокаемые Снизу В общем, таким образом Мы тут организовали Свинячий уголок Ага, Муха побежала Потому что там для нее Тоже кое-что есть При этом, Шенция Пойдем тебя тоже угощать С вкусняшками Ну, вот на этом я, наверное, Заканчиваю Сегодняшние рассказы Сегодняшний влог Устала Наверное, о чем-то забыла Рассказать, показать Но, значит, тогда смогу Это сделать в следующий раз А пока прощаюсь с вами Всего хорошего До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok